Мы ехали в проект Мама Пчелка, социальный проект, работа с горшками на руках. Я хочу сказать, что я на самом деле не автор этого проекта, я его пройдусь. В 2016 году меня пригласили на форум Мама Пчелка. Маму инициативно сказали, где Сергей Рано приходите выступить со спикером. Это был 16-й год, выборы, я пришла с вами большую историю, только как там три мамы себя на полу. И те, которые в руки рассказывают, хорошие вещи рассказывают, имеют верующие, я с ними тоже на полу посидела. Потом еще нас теперь приглашают, девочки, это не надо делать массово, масштабно и по-другому. На самом деле, очень хорошая идея, приглашать мам, которые рассказывают о том, как им было бы просто детьми на руках, и как они вышли в этой ситуации, а я сама на учебу из-за спажек. Итак, мы написали заявку на конкурс посетенских грантов. Мы их не выиграли, но после Нового года объявили конкурс у нас в городе, где социальный конкурс социальных проектов города. Заявка у нас была, мы там немножко смену поменяли, отправили, выиграли, провели. То есть полностью перекроили формат этого форума, провели. Потом всем понравилось, крайний конкурс социальных проектов. Мы туда же еще направили, съездили по муниципалитетам и запустили это пчелинное такое движение. Но сразу хочу сказать, что в процессе реализации проекта, в процессе подготовки уже, мы его очень перекроили, очень изменили. И уже на сегодняшний день от того, что было раньше на полу на ковре, осталось только название. Но помимо обычной работы, мы все знаем, с 9 до 5 есть как минимум 5 вариантов необычной работы. Это удаленная работа частично, а занятая, санкоделие, кулинария, предпринимательская работа и общественная и благотворительная деятельность. Вот наша целевая аудитория, это женщины, все, не только многодетные. Когда мы говорим, что только многодетные могут помочь, нет. Женщины в тегерном отпуске, там малоимущие, есть у нас мамы с особыми детками, есть мамы, которые осуществляют уход за больными родственниками, есть мамы, которые у них недостаточно существующего дохода, а есть уже мамы, у нас такие 50 плюс, они уже бабушки, и у них есть желание работать, а на работе они мало зарабатывают, и они бы хотели себя творчески реализовать, ну ладно, мы тоже наши. В общем, как работает этот проект? Это в первую очередь обмен опыта между мамами и дочерками и теми, кто впервые узнал о такой возможности. Как правило, мы проводим форум, первый форум уже вот такой серьезный, мы провели в городе Перми, это была суббота, это было 9 утра, отдаленный район города и сильный дождь, Ливи. Пришло на форум 160 человек, 160, и я была очень удивлена, что мамы приехали из других городов, но перед этим мы запустили компанию через соцсети, причем мы подвозом не занимались, мы просто сказали, вот приходите, есть такие варианты, и рассказывали о мамах, которые, столкнувшись с трудностями, справлялись, да, то есть у нас есть мама, которая вот, она воспитывает детей, причем один ребенок, у нее достаточно серьезный болезнь, у нее такая кожная болезнь, в общем, специальная диета, ну вот вы меня понимаете, что такое быть мама непростого ребенка, да, и она не может выйти на целый рабочий день, она вообще не может работать, потому что ребенок не будет ходить в садик, как только он пойдет в садик, что-то там съест, и просто как пак, пак, с горкой, такая она теле, и в общем, она работает дистанционно, и как она рассказывает маму, да, что у меня было две возможности написать два сценария, или я сидела, перелела, и помогите, люди добрые, да, помогите, кто еще может, или я, девушка, поворотовалась, и потом уже стояла твердо на ногах, я выбрала второй путь, и вот она не стесняясь рассказывает все самое-самое-самое сложное, с чем она столкнулась, как ее иногда не понимали, как поддерживали, как кто-то крутил у вязка, и мамы, которые приходят и слушают, вот те вот эти 160 человек, а приходят мамы, которые потерялись, забылились, которые вот сидят дома, родственники их не понимают, муж говорит, ты что такая жутна, там, понарожала детей, за собой вообще не смеешься, понимаете, вот со всех сторон женщин, на мягность, мы все через это походили, и вот она приходит, и она видит, что а вот это получилось, а она такая же, как я, как у меня тоже получится, и они упрямляются, у них крылья появляются, и они пометели такие. В общем, мы информированы о этих формах, о возможностях удаленной работы в других вариантах занятости, индивидуально консультируем всех желающих, которые выстраивают какие-то личные стратегии поиска работы, то есть создаем сообщество. У меня есть такие примеры, когда мама многодетная, но так получилось, что у него одного ребенка рак головного мозга, онкология, и она начала работать вот так вот, прямо осваивать новые профессии, для того, чтобы заработать на обследование. Это было ее стимулом, она так втянулась, она так прям погрузилась этим, что в настоящее время она у меня обучает других мам, она открыла салон красоты, то есть она сначала посетила наш форум, а потом начала ездить с нами спикером, вдохновлять, рассказывать, давать такой волшебный пендинг мамам, ну что такое-то там, соберись, пряпка, не можешь. Ну, сейчас я как поняла, что в стадии ремиссии, слава Богу, все хорошо, но нет полного беспокойства, мы очень надеемся, что все будет хорошо. Да, конечно. Мне кажется, я ушла вперед. Так. И вот смотрите, какие отзывы участниц городских встреч, вот они пишут, да. Я благодарю организаторов за форум, за ряд людей, там возможности. Сидишь, такая, декреть, в день с утра, все отлично, кто-то тарывается, что мир огромный такой, и кто-то тебя ищет, да. Да, та же дамочка сушистой, дамочка халатик. В общем, очень позитивные отзывы, я могу рассказать, что происходит с женщиной, да. Вообще, вот это все мероприятие, 24 часа, приходит, работает психолог, потом приходит, работают спикером мамы. Просто рассказывают, заряжают аудиторию. Нет, мы не доверим рабочие места, мы даем возможность поверить в себя, вообще избавиться от страхов. Вот кто-то, если вчера со мной общался, я рассказывала, что мы такие фунтозерки, мы сами живем вообще в иллюзии и собственных страхах. Мы сами себе напридумываем и сами потом боимся. Так вот этим форумом мы учим мам, как можно поверить в себя, как можно не бояться. И после наших форумов мамы не идут на биржу труда, искать работу, вставать на учет. Они успешно ищут эту работу сами, при помощи поисковых сайтов, при помощи контактора и уже выбирают то, что им надо, то, что им нравится. Как это работает? Мы, допустим, им говорим, ну, девчонки, давайте здесь прям техники такие. Давайте понимаем, что вам нравится делать, что вам приносит удовольствие, что бы вы могли делать за деньги. То есть мы пытаемся в период их участия в этом проекте раскрыть творческий потенциал, потому что женщина, когда занимается любимым делом, она счастлива. А счастливая мама – это счастливые дети, это муж, которого она вдохновляет, это, в принципе, счастливая семья. И у нас основная идеология проекта, да, не обязательно именно найти работу, а раскрыть творческий потенциал во благо семьи, во благо общества, во благо страны. Так, дальше вставим. И какие у нас результаты проекта? Во-первых, наши участники получают информацию о широком институте вариантов занятости. Они уже начинают поиск информации самостоятельно, там, через групповые консультации. Я вижу, как у меня, допустим, мама общается на месте, познакомились, потом раз смотрю, мне там семейный клуб открыли, да. Или, допустим, вот у нас еще начинается беседа, мы вот так садимся в кружок и начинаем рассказывать, вот как клуб анонимных алкоголиков, там, а у нас клуб «Мам пчелов». Ну, здравствуйте, я вот берей на юристов, я Угеева 3 лет, да, вы кто? И вот мы по кругу идем. У меня недавно на форуме был такой случай. Сели мы на семинаре, пошли по кругу, и одна говорит, «Ну, я вот мама воспитателя, работать езжу в другой город, но вот у меня работы нету, не получается». А вторая сидит тут же рядом и говорит, «А я хочу открыть детский центр». А потом, она говорит, «А вы где работаете? А в каком месте? На кислотных дачах». А я жгу, там, вы знаете, вот такое перекрестное пыление, раз они нашлись и обещали. Одно не надо ездить за 20 километров на работу, да, а вторая нашла специалиста для себя. И вот таких примеров очень много. Но, кстати, не всегда маме именно нужна работа. У нас есть уникальный психолог, и она, все говорят, что кого-то нам привела, она вообще говорит, женщина не должна работать. Если она должна работать, она должна работать не больше двух часов в день. А вообще она должна вдохновлять своего мужа, а он должен обеспечивать семью. Вот так она говорит, и причем мы первый раз ее услышали. Мы первый раз ее услышали, я от девочек передняшки вы общей кровати, у меня лизня. Зачем происходит? Я бы сказала, ну все, улыбайся, зачем происходит? У нас сейчас говорю, пойдут. А на самом деле я потом увидела, как это работает. И вот на одном форуме у меня была девчонка Наташа Морозова. Она ко мне пришла. В общем, у нее трое детей, один ребенок маленький. И ей сказали, что вот она пришла у меня на консультацию психолога, я профессала, работаю с психологом, поработай психологом, а потом посмотрим, что там. А в общем, а психолог ей сказал, Наташа, тебе просто надо любить своего мужа и верить в него. Ну в общем, мы провели городской этот проект, реализовали, семь форумов провели, у нас краевой проект, и она к нам приезжает с Питером и рассказывает. На первом форуме мне сказали любить своего мужа. Ну вроде бы наличие твоей детей это не подтверждение, что я его люблю. А ее муж, у него золотые руки, он делал прекрасное изделие из кованого железа, или как это называется, и так иногда продавал, у него не было инструмента. Она, как-то, я зашла в магазин и на последние деньги, на кредитной карте, купила ему инструмент, который гнет вот эти листы. Но я подумала, я же люблю своего мужа, я ему сделаю подарок, она ему принесла подарок, это реальная история, таких очень много. Он сделал какую-то арку ей надо дальше, арку они поставили, и у них купили соседи. Они себе сделали вторую, а первая форма была в мае, она в мае выступила. В общем, все лето, все лето они сделали эти арки, всякие там какие-то интересные формы, причем они уже начали принимать заказы. И вот она рассказывает, то есть с ним о том, что в настоящее время мы утепляем помещение, потому что у нас заказы есть, а работать негде, а все это пахнет. То есть я поняла, что вот оно, вот оно пошло. Что сделать Наталье? Она просто поверила в свою мужчину и начала его продвигать, то есть она не стала вставать впереди него и говорить, что я, да, она просто создавала ему условия для того, чтобы он реализовал свои какие-то прикладные возможности. И таким образом семья вышла не только из семейного кризиса, они вышли из финансового кризиса. Я могу рассказать много таких примеров, у нас правда их много, и это очень работает, поэтому женщина, каждая выбирает себе, кто-то понимает, что ей не надо работать, а надо просто найти сильную сторону своего мужа и его продвигать, потому что, как правило, мы вот сядем на коня, бежим, там, скачем за своей карьерой, да, а нас мужик, ты хороший подбок, ты помоги ему, ты сделай все. В общем, в ее случае... Это тот свой род инвестиций, да? Это только работа, она только немножко по-другому. Конечно, вот в ее случае, и в нормальном, в других случае, именно так и получилось. И в общем, она не работает, она просто реформирует своего мужа, она просто любит своего мужа. И в общем, ну, не у всех такое получается, кому-то этого недостаточно, а кто-то хочет все-таки себя реализовать. Прошли «Мама-пчелка», мы разные консультации, разные направления деятельности указали, да? Достаточно, через некоторое шивание. Я хочу сказать, что когда у нас проводились эти форумы «Мама-пчелка», к нам приходили работодатели так тихонечко посмотреть, они говорили, ну, у вас тихонечко посмотрим. Я говорю, кого ищите? Нам нужен администратор в группе в сетях. Мы, говорит, у вас походим, посмотрим, а мамы разные, они же жужжат такие, да? Вот у нас сегодня тут какая энергетика? Представь, взял меня 160 человек, что вообще роится. Вот. Кого нужно? Нам нужен сейчас продажник фитнес-центр на удаленку. Кого ищите? Нам там нужен мастер-кондитер на вашем изделии. То есть, или там, кто-то кого ищите? Ну, там нужно кафе обшить. И тихонечко приходят, смотрят. И меня радует, что у нас приходит не только мама-пчелка, ну, не только мама, да? У нас, сколько-то, она девочки молодые, 15-летние. И потом смотришь, они там где-то научатся на администрировании. Раз, и достаточно такую крупную группу у гипермаркета-карусель, все знаете, торговую сеть, они ее раскручивают. А потом смотришь, чем ты занимаешься. Она говорит, ну, вот у меня, вот я веду социальные сети, вот эти, вот эти. А девочка-студентка, да? Я говорю, ну, какая же средняя зарплата? 25 тысяч в этом месяце было. Вот у меня вот столько групп, я им завела стори-теринг. В общем, рассказывать. Потому что бизнес уходит в социальные сети, и там тоже нужны люди, которые должны этим заниматься. Вот. В общем, таким образом мы работаем. Можно дальше. Да. И что хочу сказать. Мы в любом случае разговариваем с мамами, которым предлагаем рассмотреть вопрос самоорганизации, вопрос гибкого графика. Мы им говорим, что необходимо планировать, да? Не может быть такого, что я хочу печь спортивный заказ, там, автор, групп, ну, лично. Это не будет работать. Все равно нужно будет просчитывать, да? Если ты хочешь как-то более профессионально работать, значит, необходимо не постарировать, чтобы в качестве индивидуального внимательного. А вот у меня звучит такой хороший зон. Конечно, я понимаю, что вы можете говорить, что вы можете говорить, что это за границом Андрея. Давайте еще вот прям основные моменты по вашему проекту. Ну, и дальше уже обсудить какие-то вопросы. Что хочу сказать. Этот проект на самом деле, все говорят, мама обчелкает именно работа. Это вместе, да, это возможность поверить в свои силы и начать что-то делать. То есть это такие мотивационные встречи для того, чтобы мама начала действовать. Просто мы иногда все находимся в каком-то подвешенном состоянии, сами не знаем, чего хотим. Я не знаю, может быть, вы все знаете, но у меня был такой прием, когда я тоже побывала в таком состоянии. И именно этот проект «Мама обчелка», когда вот все они сидят на полу друг другу рассказывают, он меня вдохновил намного. Но вот так же меня вдохновляют те результаты, какие получаются. Я вижу, когда мы приезжаем в территорию, их взбодрили, а потом такое общество организуется, да, когда они самоорганизовали, сами друг другу заказывают, что-нибудь сами покупают. То есть такая кооперация хорошая. Ну, плюс мы вреду идти до возможности социального контракта, знаете, что такое, да? Ну и все. Благодарим за внимание и поддержку ваших.